Как пришельцы нападают на людей? Из-под крыши вылезают два больших шара. И как люди ловят НЛО, не выходя из дома? С этой точки, с этого балкона. Зачем в Москве испытывают секретное оружие? Заснятый с торца лазерный луч. За что преследовали контактеров в Советском Союзе? Их сажали в психиатрические больницы. И откуда появляются круги на полях? Если бы инопланетяне хотели вступить в контакт, они бы не стали рисовать. Смотрите прямо сейчас. Я раскрою все тайны. Каждый день в интернете появляется масса видеоматериалов, подтверждающих факт наличия НЛО. Ролики в сеть выкладывают обычные люди. Но чаще настоящие охотники за необъяснимыми явлениями. Что же находится у них в архиве? Кому эти материалы нужны? И насколько они соответствуют истине? Выяснял Кирилл Малахов. У Олега Тарабанова это уже вошло в привычку. Почти каждый вечер мужчина выходит на балкон с видеокамерой и ждет, когда в небе появятся таинственные летающие объекты. Олег Тарабанов нигде не учится и не работает. Фотоохота за пришельцами занимает все свободное время. Жена Олега разводит руками. Что поделать? Жалко, что это не приносит денег, но хорошо, потому что он как бы домашний человек, он никогда не тусуется там ни с кем. Но Олег считает, охота за НЛО принесет ему известность. Вот это видео он снял однажды. Он круто пиктирует вот на первой и спокойно летит дальше. Все эти кадры Олег Тарабанов снимал, не выходя из дома. 25 января вот я поймал вот на эту камеру, вот с этой точки, с этого балкона, вот в этом направлении. Олег Тарабанов уверен, появление объектов связано с аномальным местом, расположенным неподалеку. Это инфекционная больница номер 2, то есть ее территория, точнее даже это за больницей. Соседка подтверждает, она тоже видела над больницей НЛО. Из-под крыши вылезают два больших шара. Значит, это поднялось, повернулось перпендикулярно и пошло вверх. В коллекции Олега Тарабанова есть подобное видео. Сотрудники Государственного астрономического института проведут экспертизу этих кадров. Сами понимаете, каким-то здесь плоско, и говорить о расстоянии как бы невозможно. Игорь Волков, кандидат физико-математических наук, не сразу готов ответить на вопрос, что это такое. Я как наблюдатель могу сказать, что я такого не видел. На сегодняшний момент этот момент не может объяснить никто на как бы сто процентов. Игорь Волков предполагает, такие следы может оставлять лазерный луч. Заснятый с торца лазерный луч, где-то издалека пришедший к нам до большого расстояния, нарисует похожую картинку. Стал ли Олег Тарабанов свидетелем испытаний новых технологий? Или на его видеозаписях действительно НЛО? До сих пор не ясно. У меня варианта два. Либо это сложный, очень какой-то природный феномен. А второй вариант, что да, действительно, возможно, что это вот какие-то инопланетели. Я раскрою все тайны.